Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале, где сегодня я для вас буду готовить банановый хлеб, или как у нас называют его, бананабрек. Десерт, который понравится всем любителям бананов, готовится очень легко и просто, без всяких сложностей. Итак, давайте начнем готовить! Первое, что мы с вами сделаем, это просеять нужную муку и добавить соль и соду. Хорошо объединить, чтобы сода с мукой соединилась, и убрать в сторону. Следующий этап, нам нужно сделать из очень спелых бананов, я покажу, какие они должны быть. Сделать нужно пюре. Бананы внутри остаются хорошие, никаких вкраплений, темных следов у них нет, но кожура должна быть очень спелая. Либо блендером, либо вилкой делайте пюре из банана. В пюре нужно добавить яйца, предварительно их вилочка смешала, чтобы они, белок и желток, соединились. Добавляем коричневый сахар сюда и сливочное масло комнатной температуры. И хорошо размешиваем, можете использовать миксер, чтобы объединить, можете ложка, лопатка, как вам удобно. Нам надо добиться, чтобы они у нас объединились в ингредиенты. И теперь добавляем нашу муку, соль и соду, что мы до этого с вами объединяли. Теперь мы уже высыпаем нашу банановую смесь. В духовку ставьте разогреваться до 170 градусов Цельсия. И вымешиваем тесто до однородной массы. Теперь я подготовила форму для выпечки. Вот такая, как для хлеба мы используем. Квадратная такая форма. Квадратная, не квадратная, а прямоугольная. Смазала внутри я сливочным маслом. И теперь выливаем наше тесто. И выпекаем 60 минут. Может быть потребуется 65, все зависит от вашей духовки. Но проверяем мы на сухую деревянную шпажку. В центр тестируем. Если она выходит у нас сухой, значит наш банан-бред готов. Хорошо распределите тесто, чтобы оно равномерно было. И все. Духовка 170 градусов. Ориентируемся на 1 час. Но проверяем тестером готовность теста внутри. Хлеб у меня в выпеканстве ровно час. Посредине появляется такая трещина, потому что сода разрыхляет тесто. И тесто должно подниматься. И соответственно оно будет трескаться в любых местах. Теперь на 10 минут в этой же форме оставляем хлеб. И потом на решетку выкладываем, чтобы он остывал. И можно будет его нарезать. Хлеб остыл. Теперь его можно нарезать и пушать. Теперь я хочу вам показать, разломить кусочек хлеба. Какой он мягкий и нежный. Обратите внимание, просто прелесть. Банан делает его таким влажным. Легкий аромат банана. Мягкий, нежный, влажный внутри. Легкая корочка. Она не жесткая. Она очень приятная. Вы можете видеть, что она ломается. Бесподобный десерт к чаю. Это не тот хлеб, что мы едим с первыми и вторыми блюдами. Это именно десерт. Он сладенький. Очень вкусный. Если вы любите бананы, рекомендую приготовить этот банановый хлеб. Я, как всегда, благодарю вас за ваше внимание. Подписывайтесь, чтобы узнать все новые выпуски. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok